В далеком 2002 году у нас в России начали выпускать серию монет древних городов России. И вот буквально второй монеткой, которая была выпущена в этой серии, оказалась Кострома. После города Гербент выпустили такую монетку на Санкт-Петербургском монетном заводе. И вот сегодня город справляет 868 литий. Именно сегодня, 8 августа. Вот, возможно, в связи с пандемией массовые мероприятия в честь дня города могут быть отменены или перенесены. Но, тем не менее, события хотя бы в интернете, вот в таком виде, надо бы отметить, так скажем. Кострома – это такой российский город, центр Костромской области, крупный порт на Волге, расположен на обоих берегах Волги и старого устья реки Костромы. Основание города приписывают Юрию Долгорукому в 1152 году. В 1213 году во время распри между детьми Всеволода Большое Гнездо, ростовский князь Константина разоряет Кострому. В 13-е годы 13-го века Кострома опять уничтожается, теперь уже войсками хана Батыя. В 1239-м Кострома была отстроена заново великим князем Владимирским Ярославом Всеволодовичем. В 1246 году город отдан в удел сыну Ярослава Всеволодовича, князю Василию. При князе Василии Кострома становится столицей Костромского удельного княжества. В 1272-м Василий стал великим князем и починил себе все удельные княжества Северо-Восточной Руси. Бопреки традиции, он не занял трон во Владимире, а остался княжеством в удельной Костроме, сделав тем самым столицей Северо-Восточной Руси. В 13-14 веках вокруг Костромы возникают укрепленные монастыри, защищавшие подступы к городу, и Патевский, и Николобабаевский. В 1364-м Кострома входит в состав Московского княжества. В смутное время город был дважды разорен польскими войсками. В 1778-м Кострома получает статус губернского города. В конце 18 века выходит на первое место в России по производству льняных тканей. Костромская губерния была упразднена в 1929 году. Ее территория включена в состав Ивановской, а затем Ярославской области. 13 августа 1944 года Кострома становится административным центром вновь образованной Костромской области. Современная Кострома – это крупный портовый промышленный город, известный своими ювелирными и текстильными изделиями. Ну, из достопримечательностей пожарная каланча «Гордость Костромы», увидев ее, император Николай I, посещавший Кострому в 1834 году, с восхищением воскликнул «Такой у меня в Петербурге нет». Ну, еще что еще? Герб. На гербе изображена ладья, на которой императрица Екатерина II прибыла в Кострому. И вот 22 августа 2002 года исторический герб был восстановлен и является действующим символом города. Еще из интересных фактов, если не считать, что у группы «Аквариум» вышел Кострома Мон Амур, такой десятый естественный альбом группы, выпущенный в октябре 1994 года, то других интересных фактов еще наберется, так скажем, немало. Главная достопримечательность города – это все-таки Ипатьевский монастырь. В его стенах расположен музей, а ранее в нем скрывался будущий правитель Руси, Михаил Романов с матерью от польских захватчиков, желающих взять его в плен. Самая большая площадь в Костроме – это революции. Раньше она называлась Сусанинской, но после событий 1917 года памятник Ивану Сусанину снесли, а площадь переименовали. Кострома – первый город на Руси, получивший герб. Он был разработан по указу Екатерины II. На гербе изображена лодка «Галера», в которой сидит 10 гребцов. На берегу Волги стоит огромный памятник Ленину. В его основании был подготовлен для скульптуры, изображавший царя в честь 300-летия династии Романовых. Но революции не дала закончить проект. Кострома – большой город. На его территории легко разместиться – Ямайка, Люксембург или Черногория. Славится множеством лосиных ферм. На одной из них можно попробовать настоящее лосиное молоко, которое содержит много витаминов и минералов. В Костроме до 1934 года был свой Кремль, но по приказу руководства СССР его снесли, а камни, оставшиеся от разбора крепости, использовали для строительства фабрик. Кострома – место, где родились 29 человек, получивших звание Героя Советского Союза. Они достойно сражались за родину и проявили невидное мужество в борьбе с фашистами. Многие потомки этих воинов посвятили свою жизнь служению России. В городе построен уникальный памятник псу Бобке. В XIX веке собака помогала пожарным спасать маленьких детей из огня. Вытащив одного ребенка, он снова бросался в горящее здание и доставал другого. Каждое лето в Костроме на Волге проводится крупнейший в России пиротехнический фестиваль. Город несколько раз участвовал в съемках российских фильмов. Самый популярный из них – «Жестокий романс» от Эльдара Лизанова. В Богоявленском монастыре Костромы находятся главные христианские святыни, федоровские иконы Божьей Матери. Стоя перед ней, Михаил Романов принес клятву на верность своему народу. В список памятников архитектуры города вошло здание Гоп-вахты и пожарные колонча, построенные в XVIII-XIX веке. Неподалеку от Ипатьевского монастыря работает музей деревянного зодчества. В нем можно посмотреть предметы интерьера, изготовленные вручную древними и современными мастерами. Согласно легенде, Екатерина II прибыла в Тверь на галере, которая впоследствии была изображена на гербе города Кострома. Вот так вот. Ну что ж, надеюсь, вечером будет по случаю празднования салют. Всех Костромчан, соответственно, с праздником, с днем города. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания.